Скорее всего, скоро начнется серийный выпуск новых российских пистолетов с индексом ПЛ-15. Оружие вполне вероятно получит название «Пистолет Лебедева» или просто «Лебедев» по аналогии с «Макаровым». Судя по отзывам и характеристикам, у этого короткоствола отличные перспективы, в том числе и экспортные, поэтому название должно быть брендовым, как, например, «Легендарный Калашников». Если б и впрямь удобнее в пользование, а также надежнее, точнее, итальянца Беретта и австрийца Глока, то с учетом его заявленной низкой цены, то наверняка за ним выстроится очередь в лучших оружейных магазинах мира. Да и многие спецслужбы с удовольствием приобретут его для своих боевых операций. Меня зовут Сергей Локтиный, в этом выпуске я хочу вам рассказать про новый российский пистолет ПЛ-15. Сделать новый самозарядный пистолет с подвижным стволом по классической схеме, который не уступал бы знаменитым аналогам, крайне сложно. Казалось бы, все, что можно было улучшить, уже улучшили. Скажу больше, что в последнее время усовершенствовать конструкцию короткосвола безуспешно пытались лучшие оружейные конструкторы США, Франции, Германии и Великобритании. Как результат, 40-летний Глок по-прежнему считается пределом совершенства. Точнее, был таковым до появления ПЛ-15. Конечно, новые металлы и сплавы, а также инновационное машиностроительное оборудование расширяют границы для полета инженерной мысли. Но фантазию разработчиков быстро ограничивает цена. Пистолет должен быть не только супер, но и доступным для потребителя. Конструктору Дмитрию Лебедеву удалось решить столь сложную задачу. Следовательно, появление русского суперпистолета говорит о высоких компетенциях специалистов ижевского оружейного концерна «Калашников». Пистолет ПЛ-15 является детищем известного на весь мир концерна «Калашников», что многое объясняет в подходе к его разработке. Можно не сомневаться, что во главу угла была поставлена надежность, удобство во время стрельбы и технологическая доступность. Как-никак, оружие должно прийти на смену рабочей лошадке оперативников МВД и боевых офицеров Министерства обороны – Макарову, которому недавно исполнилось более 70 лет. Напомним, в нулевых годах Макарова уже пытались поменять на Ярыгина, когда опытная партия пистолетов с этим наименованием поступила в военные части. Однако офицеры пожаловались на его тяжесть, ненадежность и даже на неудобства. Во многом это было связано с допусками во время обработки металла при одновременной повышенной сложности изготовления деталей. В итоге сборка короткоствола желала лучшего, а его выступающие части буквально мешали выниманию из кобуры. Короче, от Ярыгина отказались, зато идея сделать новый российский пистолет получила новый импульс. В 2015 году широкая публика впервые услышала о пистолете ПЛ-14, в котором цифры означали год его презентации. Тем не менее, работы по его доводке продолжались. Вскоре появился ПЛ-15, но даже после показа этого оружия на выставке «Армия-2016» шли испытания и проектирование нового варианта – ПЛ-15К. Впрочем, уже стало известно, Лебедев обязательно поступит на вооружение. Каждый пистолет имеет предохранитель, а порой по несколько, тем не менее, его забывают устанавливать, или рычажок срабатывает от нечаянных действий владельца оружия. Потом случаются самопроизвольные выстрелы с тяжелыми последствиями. Выстрелы нередки и при падении на пол. Все это называют неосторожным обращением с оружием. С учетом этого негативного опыта, ПЛ-15 реализован как длинный, так и короткий спуск. В первом случае существенно снижается вероятность случайного применения короткоствола, а во втором – резко возрастает скорость реакции на угрозы со стороны противника. Правда, такой чувствительный пистолет предназначен для настоящих профессионалов и спецслужб. Также предусмотрено, что Лебедев будет поступать в армию и на продажу как со стандартным, так и с длинным стволом – 120 и 207 мм, соответственно, а также с магазинами на 15 и 30 патронов. А еще его можно оснастить коллиматорным или лазерным прицелом, а также подствольным фонарем. Знающие бойцы говорят, что самое страшное в перестрелке – это осечка пистолета, когда вопрос жизни и смерти зависит от доли секунды. Многочисленные испытания, в том числе в экстремальных условиях, показали, что Лебедеву можно доверять точно так же, как и автомату Калашникову. Его тестировали во время пылевых бурь, в ливень, в лютый мороз и ни разу не было отказа. А вот любимый всеми Глок панически боится воды даже в небольших количествах. Например, попав под средний дождь, он может дать губительную осечку. А еще Лебедев отличается от Макарова тем, что в ПЛ-15 стреляют патроном 9-19 парабеллум, обеспечивающим пуле энергию до 620 джоулей. А это в два раза мощнее пули 9-18 Макарова. Даже с этими мощными патронами новый пистолет выдерживает до 10 тысяч выстрелов. Лебедев тоньше Глока на 5 мм, 28 мм против 33 соответственно, что позволяет его носить более скрытно. Его размеры подогнаны так, чтобы кобура предательски не выступала из-под полов пиджака. Да и легче он своего знаменитого австрийского коллеги. Вес стандартного ПЛ-15 800 грамм, Глок имеет массу 900 грамм, а Беретта 92, к слову, 950 грамм. Важно и то, что пистолет в концерне Калашникова разрабатывали с учетом положения и рекомендаций специалистов Центра подготовки спецназа ФСБ, а также знаменитых спортивных стрелков. Конструктор Дмитрий Лебедев максимально адаптировал оружие для удобной стрельбы, чтобы, во-первых, снизить отрицательные эффекты от отдачи, а во-вторых, уйти от существенного подброса вверх после выстрела. В итоге боец применения ПЛ-15 легко и быстро возвращает ствол к прицеливанию, выигрывая тем самым драгоценное время для повторного выстрела. Учитывая, что удачные модели пистолетов востребованы десятки лет, а то и более, Лебедев наверняка станет личным оружием нескольких поколений русских офицеров. Меня зовут Сергей Локтино, в этом выпуске я рассказал вам про новый пистолет, разработанный российскими оружейниками ПЛ-15. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!